МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В свое время я боялся и до сих пор боюсь экзаменов. А вам какие-то сейчас надо будет? Предстоит сдавать или вы сдаёте? Периодически врачи минимум раз в 5 лет сдают экзамен, то есть проходят сертификационные циклы обучения, то есть подтверждают сертификат специалиста и в конце всегда сдают экзамен. Поэтому мы всегда в тонусе. И мне кажется, сколько бы ты ни сдавал экзамены, всё равно волноваться будешь. Как волнение у вас проявляется? Вот, например, у меня сидячка вот так колочится. Ну, как я волнуюсь? Волнуюсь. Ну, как? Чувство тревоги всё равно, даже какого-то может быть страха. Ощущение такое, что голова плохо соображает. А шпаргалки пишут? Голос дрожит. Шпаргалки не пишу, потому что для меня это дополнительный стресс ещё суметь списать со шпаргалки. Поэтому, мне кажется, проще выучить. А как юным ангарчанам вот такой насыщенный вопрос подготовиться к ЕГЭ? Существуют ли какие-то методики, упражнения, может, какие-то лекарства специально существуют? Потому что, говорят, не так страшен чёрт, как его молюют. Всё-таки ЕГЭ – чёрт, он страшный. И его не просто молют, он действительно страшный. И с каждым годом всё сложнее беднягам сдавать экзамены выпускникам. Вот что им делать? Ну, прежде всего, нужно готовиться. Я имею в виду учить предметы. Это, наверное, самое основное, что поможет справиться с этим экзаменом и с волнением, когда человек уверен в своих силах, соответственно, он уже не так волнуется. Понятно, волнения всё равно будут. Никуда от этого не деться. Но прежде всего, я так думаю, нужно быть спокойным, успокоиться, не нервничать и не тревожиться их родителям. Вот. Потому что, как правило, родители тоже беспокоятся по этому поводу. Они понимают всю серьёзность ситуации. Вот. А потом уже, конечно, по возможности научиться справляться со своими эмоциями самим ученикам. Что для этого нужно? Если какие-то методики, о чём вы сейчас начали говорить, да, то, наверное, оптимальный вариант – это аутогенная тренировка. Но её тоже нужно осваивать заранее. Ну, хотя бы в двух словах. Как это? Аутогенная тренировка подразумевает комплекс определённых упражнений, которые помогают человеку, прежде всего, расслабиться и привести своё психоэмоциональное состояние в равновесие. Там есть несколько определённых упражнений. То есть человек должен лечь или сесть в удобную позу, может быть, включить какую-то музыку для релаксации успокаивающую и проводить определённое самовнушение. Это на расслабление, чувство тепла, тяжести в теле, спокойное сердцебиение, дыхание. То есть это человек может делать самостоятельно? Да, да, да. На экзамене успокоился, всё. Информации очень много в интернете. То есть есть методика самогипноза, покоя. Это тоже интересная методика, которую можно освоить, причём намного быстрее, чем аутогенная тренировка по Шульцу, по автору. Но всё равно определённое волнение, оно должно быть, это нормально. То есть человек, его организм, его психика должна находиться в некотором стрессе. То есть в разумных пределах стресс, наоборот, мобилизует наши силы и возможности. Нет, ну всё-таки давайте оформим вот эти вот несколько советов, да, что нашим телезрителям забить в поиске в интернете, да, то есть если они хотят провести такой комплекс упражнений для того, чтобы успокоиться, привести свою нервную систему в порядок, как ввести запрос правильно? Самогипноз. Самогипноз, покоя, аутогенная тренировка по Шульцу. Вот-вот. Основные вещи, которые нужно будет ввести в поисковик, и там уже информация будет дана. Ну а вообще, как бы, кроме этого, что нужно отрегулировать режим дня, то есть нужно сделать так, чтобы был достаточный сон, питание, условия создать для подготовки. То есть до минимума свести какие-то факторы, которые будут отвлекать от подготовки. И занятия должны чередоваться переживами, отдыхом. Желательно, чтобы это были какие-то физические небольшие нагрузки. Ну, если не какая-то пробежка, хотя бы периодические прогулки. Каждые 40-45 минут, минут на 10 хотя бы откликаться от занятий. Может, там, помыть посуду, обувь. Питание, вот интересно, я помню, что мама все время давала шоколадку перед экзаменом съесть, но вот мне проще, например, на голодный желудок экзамены сдавать или зачеты. А что нужно есть? Как питание влияет на работу? Ну, действительно, глюкоза полезна, в принципе, да. Шоколад очень хорошо. Можно конфеты шоколадные. Главное, чтобы они были не с коньяком, как у меня в свое время получилось на экзамене. Нам родители принесли конфеты, но никто не знал, что они там с ликером, с каким-то... Ну, то есть, экзамен прошел весело и беззаботно. Вы сомневались? Вот. Поэтому, ну, питание что? Курага очень полезно, рыба, вот, творог. Заходишь на экзамене, все веселятся, конфеты с ликером, шоколад налетает. Вот вы, может быть, встречались с такими случаями, когда у нас в городе, ну, или, может быть, и в практике в других городах была, когда экзамены доводили до нервных срывов, до стрессов, до серьезных. Ну, были случаи по России вплоть до суицидальных каких-то попыток, которые завершались, в принципе. Вот. Поэтому действительно срывы бывают. Но если уже какой-то срыв произошел, конечно, лучше обратиться к специалистам, либо к психотерапевту, либо к психологу. Я бы, конечно, не рекомендовал принимать какие-то психотропные препараты, потому что некоторые наши препараты, которые как раз и устраняют тревогу, беспокойство, они еще обладают затормаживающим эффектом. То есть, соответственно, и голова может уже соображать не очень, так скажем, четко, хорошо и ясно. А если, ну, рассматривать какие-то, ну, натуральные травы? Не то, чтобы таблетки, то, наверное, трава, отвар или еще что-нибудь. Ну, пожалуйста. Пустырник, тот же пустырник, замечательная трава, которую можно заваривать и употреблять, в принципе, обладает замечательным успокаивающим эффектом. Ну и главное – это поддержка. Поддержка родителей. Мне кажется, главное, чтобы родители не нагнетали обстановку. Четко понимали, что даже если ребенок не сдаст экзамен, это не катастрофа. Жизнь все равно продолжается. Твой ребенок жив, здоров – это главное. Остальное уже все второстепенное. Ведь есть возможности пересдать, в конце концов, этот экзамен. Мне кажется, здесь, как бы это, может быть, зло не звучало, но немного, наверное, навинала другой человек. Не родитель, а учитель. Я помню, как нас… Ладно, в школе, в школе как-то легко я справилась экзаменом, например, на своей практике. А вот в институте вы не сдадите, вы не сдадите. И ходили, ходили, постоянно гнобили, гнобили. Вот я считаю, что многое зависит от учителя. Есть такая категория преподавателей, которые действительно нагнетают обстановку. Я сам 15 лет преподавал в медуниверситете. Когда ко мне заходил очередной студент, я ему говорил так. Ты экзамен уже сдал. Вот теперь давай спокойно поговорим. И тогда человек расслаблялся и начинал рассказывать. Билет, причем замечательно, потому что действительно вот этот страх, тревога, она сковывает действительно. То есть даже если ты все это читал, учил и так далее, то есть все из головы вылетает. Я сам себя прекрасно помню, будучи студентом. Когда начинаешь волноваться, естественно, вся информация из головы вылетает. И очень сложно сдавать экзамены, если при этом еще преподаватель там хмурит брови. И особенно тяжело сдавать экзамены преподавателю, который никак эмоционально не реагирует на ту информацию, которую ты, собственно, ему выдаешь. Одно дело, когда тебе кивают, ты понимаешь, что в правильном направлении двигаешься. Или так, да, ты уже начинаешь как бы ориентироваться, что и как, да. Вот, а когда вообще, то есть маска, да, ничего не выражающего, правильно, неправильно, сейчас двойку поставить или пятерку. Вот в этом плане сложно. Конечно, это здорово, когда есть контакт с преподавателем. Но ЭГЭ-то как раз, здесь ситуация другая, здесь преподавателя нет. Здесь есть тесты. Психологически, конечно, ребенку тяжело. Это, как правило, другая школа, другие преподаватели, да, и бланки. Поэтому очень важно заранее, конечно, ребенка подготовить. То есть от преподавателя очень многое зависит. Спасибо, Владимир Николаевич, за беседу. Увидимся, как уже недавно наши ведущие вам говорили совсем скоро. Но желательно у нас. Хорошо. Приходите к нам в гости обязательно. Будем рады всегда вас видеть. Спасибо. Спасибо за беседу. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok